В Алматы в музыкальном колледже имени Петра Чайковского состоялся концерт «Семь грани великой степи» при поддержке фонда первого президента Республики Казахстан. На сцене прозвучали лучшие образцы традиционной казахской музыки в исполнении преподавателей и студентов, лауреатов международных конкурсов. Для нас это очень важное событие, поскольку мы первый музыкальный колледж и вообще учебное заведение на территории Казахстана. Поэтому, как я считаю, за все эти годы, конечно, мы заслужили, чтобы у нас был нормальный, хороший музей. И вот сегодня у нас, можно сказать, такой день музыки, день истории, день памяти и день будущего, поскольку любое событие, оно дает перспективу для молодых, но юных музыкантов будущего поколения. Еще одно значимое событие не только для музыкального колледжа, но и для всей культурной жизни Алматы – это открытие музея истории колледжа. Жизнь в музыкальном колледже бьет ключом. К слову, уже 15 февраля состоится концерт французской музыки, а 1 марта стартует 9-й республиканский конкурс вокалистов имени Газизы Жубановой. В Алматы в честь Международного дня памяти жертв Холокоста состоялась церемония открытия выставки «Дипломаты-праведники народов мира». Я бы сказал, что это мероприятие носит название «Подвиг». Подвиг дипломатов, которые, несмотря на фашистский режим, помогали евреям спасти свою жизнь. Они давали визы, они вывозили, давали разрешения. И таких дипломатов было достаточно много. Большую роль в судьбе еврейского народа сыграли казахстанцы. В тяжелые годы они спасли огромное количество беженцев. Это исчисляется сотнями тысяч человек. Для них земля Казахстана стала спасительной. И подвиг народа, он, безусловно, чрезвычайно важен. Так что сегодняшняя встреча была посвящена подвигу дипломатов и подвигу народа. В рамках мероприятия был показан документальный фильм о дипломатах, награжденных званием «Праведника народов мира». В списках значатся более 27 тысяч имен людей, которые, рискуя своей жизнью, спасали чужие. Театр «Астана-опера» снова представил публике балет «Манон». Над произведением трудились специалисты Казахстана и Великобритании. Автор либретто – Кеннет Макмиллан. Мы привыкли в классике стоять на одной ноге и держать ось на ноге. Тут все на «о» в балансе. И в этом есть вся сложность. И сегодня я хочу ее исполнить с какой-то другой краской. Я хочу показать зрителю, что все-таки это история любви. Премьера балета «Манон» на сцене театра «Астана-опера» состоялась два года назад. И с тех пор спектакль не перестает пользоваться спросом у преданных зрителей. Тому доказательства аншлаги, при которых проходит каждое представление. Британский балетмейстер-постановщик Карл Бернет рассказал нам о своем отношении к знаменитой постановке «Манон» и о работе с казахстанскими артистами. Для меня лично, хотя, конечно, мое мнение предвзятое, так как я работал над постановкой, но я думаю, что между музыкой, мостной и хореографией Кеннета Макмиллана очень тесная взаимосвязь. Этот балет очень сложен для любой труппы, так как многие современные артисты привыкли исполнять движения, шаги. А то, что мне нужно от них, это следующий уровень выше этого. Мне нужно, чтобы они точно, правильно и технически грамотно исполнили хореографию. Но они при этом также должны оставаться настоящими людьми. Я также считаю, что для публики это прекрасный, очень красивый балет, который они могут еще глубже понять и прочувствовать из-за интерпретации и трактовки образов героев. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 2 февраля труппа областного русского драматического театра в Шемкенте даст постановку «Хитроумная влюбленная». 3 февраля в Казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева состоится спектакль 3 февраля в Карагандинском областном казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина пройдет показ спектакля «Махаббат Хазахмол Жилдар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова